всем привет привет приветствую вас еще раз на своем канале это третья часть нашего мастер-класса в этой части мы с вами свяжем самую нижнюю часть вот эту как для мальчиков так и для девочек будут объяснения с резиночкой без резиночки вы выбираете свой вариант я покажу оба варианта какой вам больше понравится такой вы будете вязать в своей толстовке так что продолжаем наше вязание подписывайтесь на мой канал и вперед итак мы связали с вами верхнюю часть сейчас мы будем с вами вязать нижнюю часть для этого смотрите в нашей середине вот у нас здесь как бы образовалось 7 столбиков да это с нашей вот этими петлями подъема середкой мы поворачиваемся вниз и отсчитываем 7 петель 1 2 3 4 5 6 и вот седьмая на 8 ставим маркер и за нее мы будем с вами цепляться с нее мы будем начинать вязать за наши полу петли делаем две петли подъема прокладываем наш хвостик ниточку и за полу вторые половинки которые у нас остались от провязывания предыдущего ряда мы провязываем с вами 54 столбика если с этими петлями подъема у нас если мы будем все провязывать получится 55 здесь сейчас мы с вами сделаем убавку чтобы у нас было пятьдесят четыре столбика в данном случае вот эти петли подъема считаются у нас за столбик 3 4 да у нас уже с вами 4 видите петли 5 6 и вот седьмую мы не довязываем до конца две петли у нас сейчас на крючке и и еще одну мы точно так же сделаем сейчас три петли 2 недовязанных столбика теперь провязываем их вместе это у нас будет считаться за один столбик все дальше провязываем и просчитываем должно у нас быть 54 то есть четное количество столбиков 53 и последний 54 столбика мы соединяемся уже теперь не в эти две петельки а во вторую петлю подъема затягиваем делаем 2 петли подъема и поворачиваемся но прежде чем повернуться я хочу чтобы вы разглядели вот что у нас с вами получилось это наша с вами имитация кулиски и здесь у нас уже из-под низа будет идти мы будем вывязывать сейчас самую нижнюю часть вот эти посередине 14 петель мы пока провязывать не будем они нам пригодятся когда мы будем вывязывать резинку сейчас будем заднюю часть вязать я естественно прикреплю здесь таблицу вот здесь сбоку будет таблица будем делать с вами убавки тогда мы с вами делаем 3 петли подъема не 2 теперь а 3 этот эти петли подъема у нас будут считаться за столбик и начинаем с вязать 40 столбиков с накидом но я обычно это делаю вот так это как бы по правильному я может быть делаю неправильно кто-то меня поругает я делаю две петли подъема и начинаю вывязывать с этого же мы практически да вот то есть столбика и вот это у меня считается за один столбик и я иду и просчитываю провязываем 40 столбиков это у нас изнаночная сторона убавки мы будем делать с вами сейчас начнем со следующего ряда вот смотрите провязалась у меня 40 петель так чтобы было виднее да вот здесь посередине осталось 14 петель моих задействуем потом когда будем провязывать уже резинку да сейчас мы поступаем следующим образом мы делаем 2 петли подъема поворачиваемся и делаем первую убавку убавки в начале и в конце ряда заводим прям вот сюда видите да первое первую петлю не довязываем и во вторую петлю и не довязываем сейчас у нас видите два не довязанных столбика и 1 1 не петли подъема и провязываем все вместе сделали мы первую убавку и довязываем ряд до конца не довязывая до конца две петли не довязываем до конца два ряда две петли и проделываем ту же операцию не довязываем столбик до конца и следующий и с одной вершинкой провязываем их вместе делаем две петли подъема поворачиваемся еще раз в начале ряда делаем убавку первую петлю сразу да вот первое после петель подъема также делаем не довязанной столбик 1 следующую петлю 2 3 петли провязываем вместе все точно так же до конца ряда не довязываем две петли и делаем такую же убавку и того мы провязываем с вами таким образом пять рядов по одной петле и потом мы с вами встретимся немножко сделаем закругление то есть будем по две петли по две убавки делать вот мы с вами провязали с убавками 1 2 это второй ряд с убавками у нас с вами вяжем таких рядов по одной убавки в начале и в конце ряда 5 рядов провязала я пять рядов видите что у меня получается пять с этой стороны убралось пять с этой сейчас 30 петель столбиков как хотите называйте теперь мы с вами три ряда провяжем изнаночный ряд у нас с вами мы провяжем по две павки делаем одну убавку так же как мы делали не довязываем не довязываем провязываем все три вместе и еще раз точно такую же 1 и 2 вместе провязываем в конце ряда мы с вами вяжем до конца ряда и не довязываем 4 петли до конца ряда мы не довязываем 4 столбика 4 петли и проделываем точно так же как в начале ряда мы провязываем не до конца второй столбик не до конца провязываем вместе и еще раз то сделаем две убавки в начале и в конце раз не довязали два не довязали и провязали все вместе таких рядов нам надо сделать три всего 31 мы сделали еще два самостоятельно вот что у меня получилось я провязала 5 рядов по одной убавки и три ряда по две убавки с обоих сторон немножко здесь закругляется теперь нам нужно с вами вырезать здесь резиночку кто не хочет может просто обвязать и будет вот так мне кажется так тоже будет очень красиво смотреться я все-таки сижу резиночку по длине смотрите получается 30 сантиметров вот резиночкой значит будет еще больше кому достаточно оставляйте в таком как бы состоянии просто все равно нужно сделать обвязку хотя бы хотя бы столбиками просто столбиками без накида один ряд обвязать наверное скорее всего я так и сделаю потому что 30 сантиметров если я еще сейчас провяжу резинку два сантиметра это уже мне кажется для толстовки будет многовато она будет по полу потому что обычно я вижу 28 29 сантиметров а это уже 30 как бы вполне достаточно да тогда мы по кругу просто с вами проходимся столбиками без накида просто у нас с вами видите получится здесь закончится наше вязание красивой такой вот цепочкой все давайте сделаем все таки такой вариант без резинки толстовка будет у нас такого плана единственное что вот здесь по бокам когда мы будем провязывать нужно немножечко там в двух-трех местах стянуть чтобы было стянуто ведь и даже когда мы столбиками без накида провязываем все равно изделие немножко собирается также и вот по этим бокам нужно немножечко под собрать на у нас и так под соберется чтобы все-таки она не было сильно в разные стороны провязали ряд до конца и теперь мы в каждой стенку столбика тоже будем провязывать нами столбики без накида если хотите посильнее стянуть то делайте такие вы побольше до отступы хотите чтобы не сильно стянуло значит практически в каждую вот возможную щелочку я вам просто покажу вот видите как это будет просто просто аккуратный край у нас с вами будет мы закончили с вами обвязку закрепляемся в ту петельку с которой мы с вами начали соединительным столбиком и все обрезаем ниточку и ее прямо сразу прячем все туда назад хочу показать вам что у нас с вами получилось естественно этому всему можно придать форму любую какая вам нравится такая или наоборот сделайте выраженные эти углы то это будет смотреться так спереди вот так это будет так сзади смотреться здесь у нас с вами естественно будет еще шнурочек проходить да вот все у нас с вами получилось ровненько без никаких швов нету я говорю еще раз если хотите вот даже если вот вы прошли померили на собаку и посмотрите что есть возможность связать резиночку по этим же петелька можно опять таки же связать резиночку ничего страшного я сейчас тоже пойду померю если у меня позволяет размер я свяжу резинку еще и естественно вам покажу как это делать вот а нам остается с вами только рукава сделать и капюшон буду показывать резинку для тех кто захочет не таким краем оставить ровным обвязанным а сделать именно резиночку в любом месте мы с вами присоединяемся ну лучше это сделать здесь потому что здесь легче спрятать ниточку нам потом будет нам самое главное важно количество петель оно должно быть четным присоединяемся делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать и тем и одновременно причем так связываем этот хвостик здесь в данном случае вот эти петли подъема тоже считаются за столбик вяжем и просчитываем тут я не буду объявлять количество но в принципе я посчитать посчитаю ну я вам скажу позже главное чтобы это было четное число я обвязала вокруг столбиками с накидами и у меня получилось 64 столбика если кому-то это интересно но это не важно смотрите мы с вами соединяемся соединительным столбиком делаем 2 воздушные петли подъема делаем накид и следующий столбик мы будем вязать вами рельефные столбики то есть мы обнимаем весь столбик вводим крючок смотрите назад именно а ножку обнимаем ножку нашего столбика то есть выдавливаем его на себя и провязываем столбик с накидом второй столбик мы с вами провязываем крючок сзади и выдавливаем тоже ножку тот же столбик только назад обхватываем тоже провязываем столбик все дальше мы так чередуем один на себя один от себя начала накид и потом выталкиваем столбик назад кто хочет резинку один на один а тут также вяжет кто хочет два на два резиночку тогда вяжет два внутренних два внешних наоборот показала ну неважно так от себя на себя можно также говорить видите изнаночный то есть назад до рельефный столбик лицевой на себя к лицу все так мы провязываем ряд до конца довязывая ряд до конца остается у меня два столбика насти это лицевой это у меня изнаночный и последний столбик лицевой вот наша петля подъема она у нас получается как изнаночный столбик она и хорошо она будет там внутри и меньше будет ее видно я думаю что наверное еще один давайте мы соединяемся вот раз два во вторую петлю подъема соединительный столбик две петли подъема и продолжаем дальше также вязать по кругу и опять выполняем рельефные столбики здесь у нас уже они выражены видите один столбик впереди один туда провалился назад вот те которые впереди мы их так и провязываем опять лицевыми я думаю что еще одного ряда вполне будет для резинки достаточно это опять таки же я говорю для тех кто хочет сделать резинку кого устраивает то есть просто обвязка тоже как вариант имеет место быть вот провязываем еще один ряд и если достаточно оставляем и достаточно значит еще один ряд вяжем посмотрите что у меня получилось каких-то три ряда и резиночка готова очень быстро отрезаю я ниточку затягиваю и уберу потом туда все вовнутрь по контуру вот так это получилось да если на бачок положить эти это все затянется шнурочком не переживайте если положить так вязаные изделия потом ляжет все как оно должно лежать за это не переживайте так сзади все нам остаются с вами рукава и вверх